В прошлом году падение экономики, ВВП на 7%, беспрецедентная засуха, пандемия, не было вакцины, сейчас вакцина хотя бы есть. И мы нашли деньги для увеличения зарплаты медикам на 70%, пенсионерам дали 900 и 700 лей, 1600 лей, каждому пенсионеру, у которого пенсия была меньше 3 или 4 тысяч лей. Помогли 500 миллионов лей, около 500 дали сельхозпроизводителей, которые пострадали от засухи. Это в условиях спада экономики. В этом году у нас рост экономики ВВП во втором квартале, вот сейчас были цифры, бюро статистики официальной, мне кажется плюс 21%. Поступления в бюджет растут, а денег для того, чтобы увеличить еще на эти 40%, они не находят. Немножко странно. Либо они не понимают, куда попали нынешние новые власти, либо они эти деньги хотят использовать для других целей. Мы считаем, что это неправильно. Но деньги были запланированы или вы считаете их нужно найти в связи с тем, что сейчас есть новые поступления? Этот законопроект был принят в первом чтении нами в апреле, где четко показаны деньги откуда и как. Поэтому его нужно просто принять во втором чтении. Я думаю, что представители этого сегмента, медики, ну сами должны дать оценку. Потому что они поверили нынешней власти. Мы же знаем, как голосовали разные слои населения. Они поверили им. И сейчас получили ответ. Им поверили и учителя. Мы знаем, что учителя массово голосуют обычно за право. И увидите, что происходит. У нас есть сигналы из районов, что Минобразование требует от них закрыть маленькие школы. Опять начинается то, что было в 2013-2014 году. Урезать бюджеты. Мы каждый год планировали 300 миллионов дополнительно для финансирования зарплат и деятельности маленьких школ в октябре, ноябре, декабре. Это было последние два года. Мы это делали. В этом году они это не хотят сделать. Нужно дать 300 миллионов, для того, чтобы не были закрыты эти маленькие школы. Они сейчас вырезают им бюджет. Поэтому оценку, я уверен, что дадут граждане республики Минобовы, нынешней власти.